привет красотка добро пожаловать ко мне домой проходить сегодня я снимаю впервые в своей жизни room tour того места где я живу для меня это немного непривычный формат мы сейчас будем вместе с видеооператором ходить за мной по дому я буду рассказывать о разных мелочах нашего пространства об особенностях почему мы решили сделать так а не иначе поэтому заходите дорогой гость и мы с вами оказываемся в пространстве под названием прихожая что мы здесь видим интересного кроме серых стен минимализма моего любимого вертикальное зеркало в потолок с такой подсветочкой и здесь уже кроется такая первая тайна первый секретик о котором возможно даже некоторые мои гости не знают но узнаете вы это эргономичное помещение внутри этого зеркала а именно смотрите какая здесь есть штучка мы открываем и попадаем в внутрь вы его шкафа просто полки и здесь лежат вещи которые мы все часто используем паспорта чтобы не забыть там бальзамы для губ жвачка то что нужно перед выходом и не хочется чтобы это все было в открытом доступе а значит создавала лишний визуальный шум вы кстати от меня за это видео скорее всего очень много раз услышите это слово визуальный шум минимализм чистое пространство потому что вообще в концепции нашей квартиры лежит минимум вещей до минимум вещей которые видны глазу то есть это не означает что у нас в целом нет вещей хотя конечно мы стремимся к их уменьшению но мы их стараемся спрятать чтобы они были где-то внутри мы этого не видели например даже этот пуфик смотрите здесь мы такие надеваем нашу обувь сидим ждем ожидаем но в то же время он занимает немалое пространство поэтому было бы классно чтобы он был эргономичным и помещал в себе что-нибудь в данном случае там шапочки какие-то штучки варежки снежка леп что здесь еще интересного это наш видеодомофон здесь мы видим всех наших гостей курьеров все кто к нам приходит звонят мы получаем два звонка первый внизу на ресепшн и второй звонок уже на этаже удобно что мы можем здесь поговорить в целом с человеком спросить кто ты если мы тебя не ждали эта безопасность к нам никто не пройдет на этаж без нашего двойного согласия еще одна особенность о которой я хотела бы поговорить в контексте выключателей почему это важно потому что возможно сейчас для кого-то будет полезно кто сейчас занимается ремонтом и делает сам свою проводку то есть не просто вот то как у вас сделано и вот так и живете там выключатель такой выключатель такой вы можете сами регулировать где сделать выключатель за что он будет отвечать я очень советую сделать мастер выключатель это по моему гениальная кнопка которая выключает весь свет в доме сейчас все таки уже до этого всегда не хватало потому что что происходит чаще всего перед выходом ты оделся собрался все сделал вспоминаешь что везде вообще там не оставлен где-то в ванной свет возможно в спальне где-то еще ты начинаешь бегать в обуви или такой да ладно поэтому у нас есть мастер выключатель он отвечает за все освещение в доме у нас темно и у нас везде светло но он при этом не выключает холодильники посудомоечную машину конечно то есть вся техника остается включены все окей слева от нашего входа у нас располагаются такие шкафы которые уходят туда вдаль и они в потолок то есть это встроенная мебель не встроенная мебель просто под заказ сделано по нашим размерам по потолкам это замена гардеробной в прихожей у нас потому что было всего два варианта при покупке этой квартиры использовать вот эту зону давайте сдвинемся сюда здесь есть помещение первое куда мы скоро пойдем это гостевой туалет у нас сейчас вот у нас было два варианта либо использовать эту зону как гостевой туалет либо как прихожую всю верхнюю одежду складируешь обувь и так далее но нам хотелось сохранить концепцию двух санузлов в квартире это очень удобно и сделать из этого санузла еще и такую прачечную что ли поэтому было принято решение сделать вот такие шкафы которые сожрали у нас всю нашу одежду правда и здесь же у нас например обувь хранится на таких вот полочках главное что здесь есть силиконовые накладки вся грязь или влага с обуви она сюда стекает в общем вся верхняя одежда у нас помещается вот в этих двух больших шкафах и проблем с хранением вообще нет давайте уже заходить наш гостевой туалет включаем свет я захожу спиной я сразу включу вот этот свет у зеркала он кстати очень выручает когда у нас ночуют гости и вот этот большой свет я не включаю на всю ночь оставляем такой маленький приглушенный и они не теряются в нашем пространстве если они первый раз у нас дома они заходят и такие о уже ну ночи не хочется чтобы глаза слепила что мы здесь имеем как я уже говорила это гостевой туалет тире прачечная то есть в этой части я расположила просто все что только может понадобиться для стирки уборки и хранения зубных паст на 10 лет вперед было принято решение как раз сделать открытые стеллажи чтобы был к ним легкий доступ то есть это немного не тот формат когда нужно было все скрыть все красиво но ты потом каждый раз открываешь эту дверь тратишь время наш любимый дайсон я его отдельно хочу показать мою любовь ты когда ты взрослеешь просто ты начинаешь ценить вот такие вот вещи в доме потому что он просто всасывает всю твою жизнь у него есть насадки у супер удобные и с ним уборка просто в удовольствие никаких проводов ничего прямо сюда в стену мы установили розетку для него и собственно вот эту вот насадку где он хранится прямо на стене держатель держатель да вообще в проектировании этого шкафа открытого этого стеллажа мы тоже немножко заморачивались продумывали заранее что у нас здесь будет храниться то есть это не просто наобум сделаны такие размеры потому что мы сразу закладывали место под дайсон под вот эту вот например стремяночку так как у нас очень высокие шкафы да они прямо до потолка где-то нам нужна реально стремянка чтобы до них добраться но это очень редкие случаи прям когда ты коньки разместил например где-нибудь наверху тебе не нужны один раз да за весь год это стоит того чтобы пользоваться вот этой стремянкой тоже хочу показать умная система этого адрес спасибо ему это швабра с умным ведром она короче просто очень складывается удобно отжимается выжимается и в общем уборка тоже более удобная становится и компактно эстетично довольно таки выглядит и вот здесь например у нас на самом верху могут располагаться какие-нибудь порошки на 10 лет вперед туалетная бумага в общем все такое хозяйственное сейчас не совсем нужное но при этом очень экономить тебе время когда все это заканчивается внезапно и ты такой у меня не закончилось ничего у нас даже не знаете что у нас есть одна коробка посвященная чисто гостям это сейчас расскажу в общем мы подготовили коробку для того чтобы гость когда он пришел к нам ночевать даже если он ничего не возьмет с собой зубную щетку зубную пасту гель для душа мочалку в общем все в эту пилочку как будто ты в отеле ночуешь у него здесь будет свой индивидуальный набор я хочу уделить внимание вот этой штуке я очень рада что мы это сделали это гигиенический душ который простите за интимы все потрясающе смывает с поверхностью унитаза и даже можно не прибегать к помощи вантуса пантус это называется ёршика ёршика то есть ёршика мы пользуемся уже в тех случаях когда кто-то не воспользовался гигиеническим душем и прям ты такой присохла но также я из ее заценила после родов когда нужно очень часто подмываться и ты не хочешь каждый раз и это тяжело действительно физически перешагивать в ванну подмываться нужно после каждого похода в туалет это гениальная штука ты можешь здесь регулировать сам напор горячая холодная вода любая получается очень многие берут и тратят свое место на биде она делает ту же самую вещь вот просто шланг и что мы здесь видим казалось бы белая стена но это хранение это как всегда наши встроенные полочки до самого потолка где хранится много чего там ватные палочки ватные диски моё полосанта сразу пахнуло маски для лица то же самое происходит здесь над стиркой с ушкой они отдельный разговор это моя тоже прелесть здесь получается у нас все для стирки то есть гели для стирки какие-то бальзамы тряпки в общем тоже все самое убогое скрытой ты такой здесь все красиво в открытых полках они у нас есть можете видеть есть что-то непрактичное как денис горит зачем они вообще нужны вот на этапе дизайна когда я все согласовывала и предлагала свои идеи он вообще задавался вопросом зачем нам нужно открытые полки но это и есть тот самый воздух который в целом тебе дает ощущение того что ты не на складу находишься что у тебя здесь не все в сплошных полках каких-то стеллажах и ты такой цветочек есть здесь место для жизни опускаемся сюда это наша прелесть наша стирка тире сушка и здесь важно сказать что очень редко техника действительно может сочетать два в одном и быть качественной при этом нас очень многие отговаривали чтобы мы ставили два в одном в одну конструкцию чтобы мы лучше поставили отдельно стирку и на одни сушку изначально в нашей концепции так и было пока мы не встретили этого производителя на реклама на реклама она довольно таки дорогая машинка конечно но она хорошо справляется сушкой потому что все остальные аналоги более бюджетные все отзывы которые мы не читали вообще бесполезно это сушка то есть в чем суть ты сюда закидываешь стирку свою грязное белье до свое засовываешь и сразу же устанавливаем настройку сушки она будет может длиться от там часа тридцати ну скорее всего удара даже 30 минут но это конечно не поможет вам высушить ваши вещи если это там много постельного белья и полный бак то это прям три с половиной часа спокойно и плюс сама стирка получается общая сумма 730 это реально долго но когда ты ставишь на ночь эту машинку работать вечером ты закидываешь грязные вещи а с утра получаешь чистые сухие вещи это сто процентов стоит того ну наша практика в четыре месяца мы живем мы пока не нарадуемся прям очень удобно можно я отдельно скажу про него это диспенсер мыло девочки мальчики кто смотрит это видео это настолько удобная вещь когда ты просто получаешь вот такую дозу мыло без всяких мыльниц каких-то липких штук и здесь мы видим накладную раковину она не встроена в тумбу а она просто накладная ну такое решение просто чисто эстетическое и здесь есть еще ящик для хранения здесь у нас пока ничего особо и нет потому что хранение реально достаточно мест для хранения много евина тумбочка чтобы она была на росте с нами на одном на высоте кстати я не сказала про стены здесь у нас керамогранит большого размера здесь он мраморный а на полу серый графит и значит зона для белья это последняя наверное интересная здесь вещь которая хотела бы сказать удобные такие контейнеры потому что они разделяют по цвету автоматически белый черный и да у нас еще цветной он вот здесь вот классно что ты не думаешь перед тем как стирать не выбираешь нужный цвет из корзинки да это просто такой окей белое и вываливаешься туда это удобно мы любим экономить время энергию пространство но я вас приглашаю в самое такое просторное помещение нашей квартиры это кухня гостиная здесь много света много пространства но начну я с нашего любимого шкафа он он бесконечный заканчивается действительно вон там где двери уже в детскую почему я хочу о нем поговорить потому что это по сути кладовая незаметная нашей квартиры эту идею мы забрали у нашего соседа который живет на 10 этажей выше на много чего у него надо сказать забрали суть в том что когда впервые к нему домой зашла я поняла что зайдя из прихожей вот в зону кухни-гостиной я не поняла что здесь вообще что-то было я поняла что это какая-то стена и мне этого пространства было достаточно но когда я потом пригляделась и поняла что здесь скрывается 40 сантиметров полезного пространства от пола до потолка и так всю стену я просто такая боже мой это гениально это конечно очень сложный по проекции шкаф был его переделывали несколько раз вот эти вот всякие дверки что-то не сходилось но итог как я считаю прям стоит того здесь для такого воздуха мы все равно создавали постарались оставлять этот воздух в нашей квартире есть вот такие открытые полки которые чисто эстетическую пользу несут и сам этот шкаф может быть даже кто-то у меня еще помнит когда нам присылали его на дизайн чтобы мы прямо разместили визуально где мы хотим какого количества полки на какой высоте друг от друга мы прямо так у сидели думает что вы там будем размещать ролики как я говорила коньки обувь самое разное нам нужно было понимать чтобы сделать полки не слишком и высокими но и не слишком узкими и где-то у нас было принято решение сделать вот такие ящики например чтобы здесь хранить какие-нибудь шапки по темам шарфы какие-нибудь варежки то есть чтобы было это четкое место только за ними здесь конечно пока не очень красиво сумки разные у нас хранятся в целом хотя бы понятно что это зона сумок и каких-нибудь портфельчиков для евы но то что я просто чем я горжусь показываю всем гостям нашего пространства это вот этот шкафчик посмотрите на это пожалуйста здесь открывается шкаф как вы можете видеть аж на 180 градусов зачем почему для чего потому что сашенька сюда встроила холодильную доску я своей жизни никогда не глажу постельное белье поэтому мне особо не нужно было огромную гладилку мне нужно всегда вот такой небольшой размер чтобы погладить футболку максимум свитер брюки и этого достаточно здесь у нас для этого встроена розетка чтобы мы могли поставить наш утюг парогенератор он два в одном потрясающе экономится опять же пространство потому что нигде она не стоит потому что все мы знаем когда ты один раз поставил гладилку тебе потом ее ли не убрать на ней начинается складирование чего-нибудь а здесь ты просто погладил сложил вот так и убрал занимает вот такое вот пространство а а здесь например смотрите бакалея добрый день все наши вкусняшки какие-то или там молоко тетрапарк хранится здесь тетрапарк потому что это уже немножко зона кухни таким образом разделили эти шкафы что вот отсюда начинается зона кухни и поэтому здесь например наша провизия да то что не нуждается в холодильнике бытовые штуки типа тостера блендера то что нужно редко достается раз да но чтобы у тебя это хранилось закрытом пространстве и заходим в это пространство где мы встречаем гостей и телевизор это было очень важное решение к нас в прошлых квартирах ни разу не было телевизора и мы его никогда не смотрели но насколько же это все-таки классно иметь возможность посмотреть фильм на большом экране то есть у нас до сих пор здесь не подключены каналы я даже не знаю какие каналы существуют здесь у нас на фоне такие панели они как бы просто создают визуальный фон чтобы не было однотонного чего-то да они создают такое вертикальное повторение наших собственно шкафов везде и наверху есть такая подсветочка вообще я люблю разные источники света на кухне вы это особо заметите потому что их там целых четыре и когда ты выключаешь основной свет и оставляешь только вот эту подсветку становится уютненько знаете для вечерних посиделок здесь у нас располагается пустая белая стена к сожалению другого размещения для кондиционера не было у нас очень квартира с большими окнами по сути у нас нет стен у нас только окна и от этого конечно летом и весной и в сентябре ты будешь пользоваться кондиционерами так или иначе и на всю эту площадь было уместным разместить именно здесь кондиционер и под низ я разместила гитару это как бы и функциональное решение и с другой стороны поддержка нашего дерева которые присутствуют давай я тебе покажу держалку гитары поднимаем гитару и открываются наши затворки арочка и обратно точно также об то есть благодаря весу они закрываются и ничего точно не выпадет и вот мы опустились с вами на нижний план здесь есть такая ниша которая тоже кроет в себе очень много пространства и это такие push ящики в которых прячется много пространства и даже в одном из них мы подразумевали место для будущего хаба хаб в нашей квартире означает это место где все заряжается чтобы не было так что у каждого где-то там в комнатах один телефон еще один телефон ноутбук потому что техники в целом много у меня разные камеры и их нужно все заряжать и у нас вот еще в той квартире заложилось такое место называется хаб в этой квартире мы думали что мы будем прятать этот хаб в шкафу и поэтому заложили здесь место для розеток но пока они просто у нас пустую лишними не будет вообще розетки мне кажется их мало не бывает но опять же бездумно просто их везде тыкать не надо но вот прям продумать когда ты планируешь проводку в своей квартире заранее и увеличить на два скорее всего и ты не ошибешься здесь у нас елка это временно конечно но она очень симпатично дополняет наш интерьер можем подниматься и в этой зоне у нас тоже есть воздух полки воздух они с одной стороны действительно хранят какие-то книги что-то там где-то это просто листочек левера но они выполняют такую же функцию как и те полки про которые говорила они создают такой вот визуальный воздух среди кучи наших шкафов и встроенных стеллажей чисто по рекомендации и глубокой просьбе дениса я рассказываю про вот эту систему она у нас на самом деле от застройщика эта система с одной стороны и проветривание и система в целом открывания окон потому что они здесь очень высокие и если бы мы их открывали вот так вот как привычно то день периодически люди скорее всего падали из окна а тут такая система дом не подходящий для самоубийц потому что максимум насколько ты можешь открыть для проветривания эту зону вот сюда даже голова кошки наверно не пролезет и это кстати единственная возможность проветрить максимально наше помещение но поверьте она очень быстро проветривается но для того чтобы все время проветривания было и воздух был чистым здесь есть вот такая вот система давайте покажем ее поближе можно сюда прям приложить руку и здесь почувствовать сейчас дуновение чистого свежего воздуха потому что открыта вот эта секция сейчас я полностью закрыла и воздух не проходит а если его так открываешь на несколько секций то это небольшое проветривание побольше еще больше диван у нас тоже сделан на заказ потому что мы хотели чтобы он имел функцию раздвигания для того чтобы у нас могли ночевать наши гости и мы могли разместить здесь пару например и еще в кабинете заглядываю наперед есть диван который раздвигаться для их детей например здесь есть эффект памяти ты когда садишься подушка и сама поверхность вот пуфика она запоминает твое положение тебе супер удобно как будто ты в каком-то коконе сидишь прям ну очень хорошо и сама поверхность влагоустойчивая что важно когда у тебя есть дети то есть она прям скатывается потому что я думала для такого дивана светлого мне же хотелось светлого один из такой дети и светлые поверхности что но мы не знали что есть разные материалы я думаю мы будем заказывать химчистку раз в месяц но вообще нет что сюда только не проливалась и смузи и гранатовый сок все отмывалось все оттиралось просто обычной тряпкой здесь у нас стоит стол просто журнальный столик чтобы когда ты например сидишь что-нибудь поставить похрумкать стол мы заказали на ляр и дуд как и много на самом деле мебели из нашей квартиры у нас она либо на заказ либо это ляр и дуд когда я заказывала это кресло оно мне очень понравилось и когда оно пришло на мне тоже понравилось вот это вот барашковая поверхность она супер удобная мягкая но сейчас я присматриваюсь к нему и понимаю что она чуть-чуть не подходит под наш интерьер потому что она как будто отличается по оттенкам белого с шкафом который позади нас и вот я думаю что с ним делать либо закрыть глаза либо может быть поменять а может быть есть такая функция как смена цвета при этом чтобы оставить такую поверхность барашковую кстати про этот шкаф я ничего не сказала здесь такая же система он до потолка и здесь у нас например все книги вот представьте я не думала что могут поместиться все книги у нас реально очень много книг в прошлой квартире в кабинете дениса книгами были утыканы просто все его полки стеллажи мы разместили все книги в этом шкафу просто потому что он до потолка просто потому что достаточно места вот мы оказались на кухне это еще одно любимое помещение ну наверное ванная и кухня это два любимых помещения в квартире у меня мы видим поверхность на которой мы работаем это столешница каменная почему мы выбрали столешницу каменную как вот такую поверхность потому что она неубиваемая как правило и на ней не видны порезы на нее можно ставить все горячее да она чуть дороже в цене по итогу ты получаешь больше за эти же деньги на долгий срок здесь у нас есть подсветочка и отдельно я сейчас буду говорить свои хвалы вот этой раковине потому что что она в себе кроет ну во первых здесь есть гибкий кран это уже этим никого не удивить но это очень удобно что ты в любом углу раковины можешь смыть что тебе нужно не нужно второе это фильтр который встроен в саму раковину и в водоснабжение систему водоснабжения это значит что через вот этот маленький краник у нас течет фильтрованная чистая вода и это не просто какой-нибудь фильтр aqua for который стоит отдельно это реально очень высокая эффективная очистка мы раньше все это время в старой квартире в съемной мы заказывали воду на дом у нас был дома кулер это выглядело супер не эстетично но очень удобно было сейчас у нас из-за отсутствия кулера нет постоянной горячей воды да то есть мы уже привыкли к этому как прикольно ты в кулере подходишь и у тебя горячая вода течет сразу но денис нашел решение он купил самый быстро вскипаемый чайник реально я такого чайника не видела что он так быстро вскипает это вот борг если это важно а самое главное что горячая она уже спустя первые 10 секунд то есть если тебе прям нужен кипяток окей ты подождешь вот столько это минута а если тебе нужна горячая чаще всего нам нужно для чая горячий или разбавить я люблю теплую воду именно пить то это буквально 10 секунд она уже нагревается и еще что я обожаю в этой раковине что сюда встроено это измельчитель это означает что всю органику которая у тебя появляется на кухне недоеденная каша это грызок яблока это даже кто-то куриные косточки сюда вот складывает и она одним нажатием этой кнопочки все перемалывает эксперимент с яблоком как это выглядит вот мы не боимся засовываем прям туда и нужно чуть-чуть подать ему воды чтобы ему было так не сухо и нажимаем вот эту кнопочку и слышим характерный звук когда мы перестанем слышать звук измельчения вот он глухой звук слышите ничего не измельчается кнопку можно выключать это очень конечно выручает когда-то чистишь картошки очень много тыквы и потом просто и какой от этого еще классный профит у тебя сухой мусор и потом ты можешь выбросить его намного реже потому что копится он меньше и чаще всего мы выбрасываем его потому что начинает уже пахнуть здесь получается это еще и экологично мы встроили в наши фасады всю технику собственно там был встроен холодильник давайте мы начнем все-таки с него раз я прошла мимо него вот эта часть вся деревянная это холодильник минус встроенный холодильников они маленькие это факт но для нас это еще и шанс не хранить кучу вот этих банок которые ты никогда не открываешь постоянно делать ревизию холодильника и от этого мы реально начали замечать мы не храним много намного в целом то и не надо и здесь внутри еще морозильная камера да тоже небольшая довольно таки здесь получается встроенная посудомоечная машина по-моему она сейчас работает потому что есть синенький вот этот огонек в таком случае не буду ее открывать да но мы выбрали 60 сантиметров то есть есть варианты 45 и 60 у нас было в прошлой квартире 45 мы выбрали в этот раз 60 чтобы прям уж наверняка хватало на всю семью тем более мы хотим расширение все такое у нас они открываются вот таким образом наверх вот так вот оп оп то есть они там фиксируются держатся все окей мне очень удобно афигенно все что тебе нужно каждый день мы располагаем вот на этой части то есть все что не требует вставания на стул а все что наверху это конь аптека очень редко используемые подносы но то что в целом когда-то надо например вот на новый год выставить красивый поднос что-то там сделать разместить я туда полезла наверх как по мне это лучше чем там было бы пустой такой как это называется то антресоль да где-то просто пусто а в итоге все равно такой надо туда коробочку поставить потому что пустое место индукционная плита это мое открытие этого года потому что она намного быстрее работает и эффективнее и она не нагревается так что ты можешь обжечься то есть конечно она нагревается но она работает так что она нагревает не поверхность а содержимое внутри это какая-то физическая магия которую я до сих пор так и не поняла но для меня это самый кайф что она работает быстрее вода для каши у меня закипает минуту за полторы я готовлю ее тоже намного быстрее для чего сделано например вот эта штука с одной стороны ты открыл шкаф да а ты еще раз открываешь к но это сделано для того чтобы фасады внешне смотрелись одинаковыми по высоте по размеру потому что если бы мы сделали отдельный верхний ящик для столовых приборов то с этой стороны это было бы вот такое разделение и вот такое разделение а мне хотелось как вы понимаете уже в сотый раз минимализма во всем и повторение так скажем то есть у нас что здесь вот эти вот повторения присутствуют что хотелось такое повторить здесь и сюда у меня помещается в целом вся провизия которая нужна каждый день то есть это какие-то крупы мука что-то открытое а закрытое хранится вот в тех великих шкафах то что на неделе вперед мы закупаем внизу например кастрюли и крышки в общем место мне прям супер хватает конечно если бы у меня было только это пространство без понимания того что есть шкафы было бы мало потому что не тостер я бы не поместила не блендер она все хранится там используется мной тогда когда надо стол круглый стол обеденный стол о котором я могу говорить вечно потому что муки выбора были очень долгие я смотрела все столы все поверхности мира и суть в том что мне хотелось точно круглый точно матовую поверхность почему матовую потому что я очень часто фотографирую еду сверху и когда на стеклянной поверхности которая отражает все отражается все меня это раздражало мне хотелось чтобы ничего не отражалось чтобы я могла сфотографировать только еду да это немножечко маниакальный подход, но я понимаю, что моя квартира, это, по сути, моя рабочая зона, вот все в ней должно мне нравиться, поэтому я заморачивалась. Это восьмислойная эмаль с матовой поверхностью сверху, на нее можно ставить горячее, она не оставляет следов от жирного, то есть липких каких-то там вот пальцев. В целом, если какое-то пятно, она хорошо с ним справляется, просто протираешь тряпочкой. Он также стол этот раздвигается еще, добавляя 40 сантиметров, но вот на каждый день, этого вообще более чем достаточно, здесь у нас диаметр 120 сантиметров. Здесь стоят три стула и Евен детский. Как вы можете заметить, первая, наверное, акцентная цветная вещь, это наши стулья, они зеленые. Над столом располагается такой источник света, он не очень много света дает, без него тоже уже не то пальто. За свет здесь отвечают, конечно, точечные светильники по всему потолку, и давайте еще к барной стойке пройдем, тоже отдельный разговор. Вот это довольно-таки яркий источник света, чтобы вы сравнили без него, да, и с ним. Довольно-таки ощутимая разница. И когда мы на барной стойке едим, иногда мы здесь едим, потому что удобно, например, когда я жарю блинчики на плите, садится сюда Денис, встает на башню помощника Ева, отдельный разговор будет про нее, и здесь у нас как бы как будто стол. Это башня помощника. Скажу честно, она слегка ушатанная. Это гениальное изобретение, потому что ребенок оказывается с тобой на одной высоте. Когда ты готовишь, тебе не нужно ставить ему какую-то подставочку, и он здесь хорошо защищен со всех сторон. Знаете, какого возраста? Когда он начинает ходить, это год, может быть, год и один, он начинает уже подниматься, и ему уже интересно. Вот он с тобой уже хочет на одной поверхности что-то делать. И здесь у нас два барных стула. Очень удобно на них сидеть. Кстати, то, что я недавно совсем узнала, оказывается, чтобы мебель не оставляла черных следов, когда у нее черные ножки на вашем ламинате. Нужно покупать наконечники на эти ножки силиконовые или какие-то с ворсом, чтобы все мягонько ходило, потому что пару раз, пока мы еще не купили такие наконечники, мы подвигали-подвигали стулья, и потом заметили черные следы, начали их просто маниакально вот так вот оттирать, благо они оттерлись. Но если бы мы так долго пожили, хотя бы полгода-год, скорее всего, у нас бы весь белый наш пол, он бы превратился в исполосованную поверхность. Здесь, кстати, очень любит Денис работать. У него теперь нет кабинета. У него в той квартире просто был кабинет. В этой квартире у нас тоже есть кабинет, и мы думали, что это будет рабочая зона для нас обоих. Но так получилось, что я туда в целом поставила все, что нужно только мне, и оно какое-то стало, знаете, такое женское пространство. И он такой, мне вообще супер здесь сидеть. То есть он сидит за барной стойкой, перед ним вот весь город как на ладони, открывается панорамный вид. И вот мы мягко-плавно с зоны кухни-гостиной переходим в остальную часть квартиры. Здесь у нас по дверям сразу скажу. Кабинет, дальше идет детская и спальня. И заканчивается наш шкаф как раз здесь. Вот таким вот мягким заворотом. Здесь тоже есть такие открытые полки воздух. И мы открываем дверь в наш мой кабинет. Сразу здесь видим, как заходим на лево в мою барабанную установочку. По размещению кондиционеров. Кстати, в каждой комнате у нас здесь стоит кондиционер. Как я уже сказала, это вынужденная мера такой квартиры, потому что здесь не стены, а окна. И чтобы везде было нормально по температуре летом, стоит кондиционер. Здесь он наверху, прямо над входом. Светильники можно показать. Они даже регулируются, могут ходить туда-сюда, если тебе нужно больше света где-то. Но я, конечно, не заморачиваюсь. Один раз мы вот так установили, и мне окей. Но самое классное, мне кажется, здесь это стена с картой. Это карта мира с подсветкой. Вечером, когда мы здесь выключаем свет, я сейчас, конечно, попробую показать. Свет все равно ярче, да, немножко становится таким образом. Но вечером это вообще особая романтика, когда все темно, и только она еще дает такой фон, будто неоновый. Здесь размещаем мы ярлычками, где мы были по всей карте. Екатеринбург мы решили пометить красным флажком, так как мы все-таки здесь живем. Вот Камчатка, например. Индия, Шри-Ланка, Индонезия. Как далеко улетим. В общем, это вообще место притяжения всех гостей. Мы очень любим изучать географию в моменте, потому что такой, о, Судан оказывается здесь. Розовенький, беленький, зелененький, синенький. И насыщенность можно тоже менять. В общем, баловаться как хочешь. Вы можете видеть, вообще, это помещение не такое огромное, потому что на самом деле, эта комната и детская была одним помещением в планировке. Но так как мы поняли, что нам мало трех комнат, нам нужно четыре, и нам не нужна такая огромная детская, нам нужен отдельный кабинет. Мы их разделили, причем сделали эту стену с шумоизоляцией, чтобы я могла записывать, например, озвучки, пока Ева спит. Здесь мы можем видеть фисташковый диван. Это тоже такой акцентный цвет этого кабинета. И он также раскладывается, чтобы здесь могли поместиться два гостя, например, или один комфортно. Здесь веточки лежат новогодние, потому что Новый год. Поверхность дивана влагоустойчива, по ней тоже вот так вот стекает вода, ничего не впитывается. То есть все для детей в целом неубиваемое мы старались делать. И, собственно, под цвет дивана я обшила свой коленный стул. Если вы помните, раньше у меня был точно такой же стул, но просто с таким убогим оранжевым подсветом. И он вообще сюда никуда не подходил. Коленный стул это такой специальный стул, на котором ты сидишь за рабочим столом и не портишь свою осанку и не перенапрягаешь колени и таз. Здесь мы видим рабочий стол. Это Икеа. Переехал он из нашей старой квартиры. Меня он вполне устраивает. Вот смотрите, какие решения. Еще, когда Ева была очень маленькая, мы таким образом скрывали от нее возможность вообще открывать ящики, в них лезть, что-то доставать. И тут мои полочки. Полочки с чашами. Это чаши, на которых я учусь играть. И вообще вся эта зона, она такая зона духовности в моем кабинете. Здесь всегда аромамасла, палосанта зажигаю. Какие-нибудь приятные благовония, свечи. Работаю с видом на город. Это шкаф тоже Ля Радут. Он довольно органично сюда встал по цвету. И здесь просто скрыты все не очень красивые бумажки, документы нашей квартиры и все-все-все-все-все. То есть, ну, даже не буду открывать. Там, правда, некрасиво. Что здесь по шторам? Здесь сделан blackout, чтобы наши гости могли спать и свет сюда не проходил вообще. Приятная ткань. Для момента, когда, например, сильное солнце и мне просто нужно работать, а здесь мне слепит прямо из окна. Вот таким образом я скрываю солнечный свет. Гордость, любовь. Да, это кнопочка на миллион. На сто тысяч у меня кнопка стоит просто где-то там вот в шкафах в открытых. А на миллион стоит, радует меня. Пойдемте в детскую. Пустит ли нас лисичка? Но Евы дома нет, поэтому пустит. Здесь живет лисичка. И мы попадаем в розовое царство. Ну ладно, в розово-бело-серое. И здесь тоже, кстати, сразу про кондиционер. Он стоит над дверью, над входом. Давайте по зонам. Наверное, самая вот такая классная для меня часть, потому что я в восторге от этой кроватки, от каждой ее детали, эргономичности тоже ее, потому что сколько она в себе всего вмещает. Это кроватка дизайнерская. Вудландия называется. Это ребята в Москве своими ручками производят под ваши нужные размеры, нужные цвета, вплоть до того, что мне выкрасы прям прислали в Екатеринбург. Я вот эти вот такие квадратики с цветом вот так представляла. Такая красиво, хорошо, мне нравится. Мы сделали ее в двух цветах. Один из них это такой светло-фиолетово-серый, серый, да, и второй это белый, потому что уж совсем делать ее белой было бы все у нас белое. И она двухъярусная, это ее первая особенность, то что на втором этаже может спать второй малыш, пока что там спят все мягкие игрушки Евы. Но это такая милая зона домик. На втором этаже мы прям тусим, играем постоянно и прячемся, потому что здесь есть окошки, это можно как-то адаптировать под игры, что это какой-то корабль, или что это дом, теремок. И здесь есть подсветочки такие по краям, с этой стороны и с этой стороны внизу. Здесь, собственно, обычное хорошее спальное место 90 на 200, то есть для обычного взрослого человека. Классно, что ступеньки играют роль ящиков. Сюда скрывается просто все творчество Евы, всякие лего, ее рисунки, книжки маленькие, что-то еще. И здесь тоже есть ящики. Здесь уже для более каких-то мелких игрушек, в общем, разные сортеры. И, по сути, у нас от этого нет стеллажа с игрушками. Вы понимаете? У нас раньше в прошлой квартире был огромный стеллаж, и мы постоянно там наводили уборку, но все равно все смотрелось как-то мусорно. А здесь довольно-таки все эстетично, потому что внутрь спрятано только вот у нас книги на видном месте. Здесь экологичные, полезные, хорошие материалы для ребенка, неубиваемые, невздуваемые, то есть даже если он прольет какую-то жидкость. Во второй комнате подряд вы видите карту на стене, но у Евы это еще такая адаптированная под детскую карту, потому что здесь есть животные, и она вообще на всю стену. Это, собственно, фотообои. Тоже любим изучать, рассматривать, кто здесь живет. Комод, который перекочевывает с квартиры на квартиру, потому что это любимый же мой комод, Икея. Мы немножечко сделали здесь парочку реставраций, потому что просто-напросто уже сам бук вот этот вот немного где-то вздулся, где-то поцарапался, и просто обновили вот эту вот поверхность. Пришел к нам реставратор, два-три раза что-то тут позамазал, и все, как будто мебель новая. Сюда помещается весь Евен гардероб, именно такой вот постоянный, то есть повседневный, без верхней одежды, без обуви. Здесь лежит ее гитара. Хорошо. И у Евы здесь маленький Новый год. Елочка горит. Тут ночнички. И это, кстати, луна ночник, которая сейчас разрядилась, но, представляете, ты вот так вот ее бросаешь в руки, и она меняет цвет. То есть она может быть оранжевой, синий, зеленый. Шторы. Посмотрите на цвет шторы. Я не знаю, камера передаст, но для меня это было очень сложным решением. Сделать шторы, а это довольно такая яркая часть, яркое пятно в комнате. Розовые! Но мне так понравился этот нежный цвет. Более того, это, знаете, такой половинчатый блэкаут. Обычно, особенно с такими окнами, рекомендую делать блэкаут, чтобы ночью ты спокойно спал. Но я подумала, что как Ева испугается немножко. Ночью вот она проснется, и полностью темно. Поэтому мы сделали их на 75% блэкаут, и они передают цвет розовый, как будто всю комнату помыли розовым цветом. По левую сторону стены у нас есть еще несколько зон. Первая, это такая рукодельническая. То есть если нужно что-то порисовать, полепить, посидеть, это маленький столик, маленькие милые стульчики. Посмотрите, какая прелесть! Если что, я могу оставить в описании ссылки на все, что я приобретала именно отдельно, а не на то, что мы сами производили, да, потому что это в единственном экземпляре. А то, что вот мы готовы, купили, я могу это оставить. Это, например, наши екатеринбургские ребята, производство. И здесь стоит глобус. Где говорят на немецком? И типа я должна найти Германию. И когда нахожу, давайте мы найдем вместе с вами Германию. Нажимаю красную кнопку. Так, все верно. Я молодец. В общем, да, здесь мы рисуем, пишем все, что нужно делать сидя. И зона бьюти-столика у Евы. Парочка розеток на будущее, когда надо будет, может, завиваться или что-то заряжать. Заколочки, расчески. В общем, все, что нужно, чтобы причесаться. Зеркальце. Еще одно зеркальце. Оно, кстати, было с подсветкой, но уже не горит. И маленький пуфик. Мы решили уместить все в эту комнату, поэтому сразу же вы можете здесь наблюдать спортивный уголок. Он довольно-таки органично здесь смотрится, потому что все, наверное, в одном цветовом сегменте. Я повернулась. Я обожала шведскую стенку. У нас было тоже в нашей квартире, когда я росла. И я считаю, это вообще супер вещь для ребенка. Полазать, поразвивать свои там вот эти двигательные навыки, повисеть, поподтягиваться. Тут есть кольца, есть канат. И мы сделали такой мат небольшой, точнее, купили его, чтобы падать было мягко. Это вообще-то гамак для йоги. Для меня. Но Ева его очень полюбила и начала... Ку-ку! Привет! Привет! А мы тут про твою комнатку снимаем. Покажешь свой гамак? И туда, и обратно. И туда, и обратно. Опа! Это что такое? Нравится тебе гамак? Да. Мне тоже нравится. Он регулируется по высоте, поэтому в целом он может еще стать моим. И я могу делать свои любимые асаны. Просто даже полежать. Знаете, как кайфово полежать. Он выдерживает нагрузку до 300 килограмм, поэтому можно не переживать. Он прикреплен прямо к потолку. То есть сделана дырка в натяжном. Мы все как раз сняли здесь, Ев. Это твоя комнатка. Мы оставляем ее тебе. Я пойду снимать дальше. Все, пока-пока. Пока. Куда снялась? Мы пойдем в ванну снимать дальше. Вот как мы вышли, собственно, из детской, нас встречает такой коридор. И единственное пожелание Дениса на эту квартиру иметь турник. Чтобы выйти из спальни, повисеть, поподтягиваться. И в целом я поддержала, конечно же, эту идею, с учетом того, что других комментариев он не дал. Мы сделали его максимально светлым, белым. И здесь действительно прикольно висеть. И мы заходим в ванную комнату. Здесь у нас тоже теплый пол. Я, кстати, ничего вам о нем не сказала. У нас теплый пол в трех помещениях квартиры. Это прихожая. Очень удобно, когда ты можешь поставить свои мокрые ботинки, например, и он подсушит действительно их, и не будет ничего стекать. Ну и в целом приятненько, когда ты снимаешь опуфь, такой оп, ты на теплом полу. И в двух санузлах. В гостевом и здесь. Мы имеем, на самом деле, не очень огромное пространство. Но, тем не менее, решили мы сюда впихнуть джакузи-ванну. То есть она такая большая, угловая. Потому что в прошлой нашей квартире, в съемной, я влюбилась в такой формат. Это просто мини-бассейн для Евы. Тут очень круто купаться с самого рождения. И я подумала, детей еще будет больше. Им всем будет так классно тут купаться. Что у нас здесь? Это тоже керамогранит. Такой полноразмерный и большой. Еще интересно, о чем сказать. Это зеркало в ванной. Мы с Евой так все время ухахатываемся. Мы делаем всякие мыльные пузыри на голове. Всякие фигуры. Ну и в целом, я люблю, чем больше зеркал, тем лучше. И на голову себя посмотрели, почему бы не. Это уже очень даже хорошо. Здесь есть две лейки. Одна получается такая, которую ты берешь вот в руки. И здесь есть режимы. Супер там мелкое распыление. Большое, сильное. И такая статичная лейка. Денис очень просил мне сказать о такой особенности, которая позволяет тебе не обжечься. Это такой стоп-сигнал горячего. Здесь тебе в целом не позволит сам вот этот регулятор сделать горячее, чем 38. И дальше, чтобы пойти еще горячее, тебе нужно нажать вот такой переходник. Ты такой, окей, я готов, что мне будет еще горячее. И получается нижняя лейка, которая уже набирает саму ванну отсюда. Здесь мы имеем в целом то же самое, что в гостевом туалете, в санузле. Это гигиенический душ, который я обожаю. Ёршик. Особую важность, наверное, играет этот шкаф. Потому что, когда ко мне подружки однажды пришли и не заметили никаких открытых полок, а мы же все привыкли, ванная, куча бутылечков, все-все-все. Они говорят, Саш, ты вообще где все хранишь? Все красиво прячется под раковиной и здесь. А здесь у нас самое еще интересное, что прячется водонагреватель. Мы его спрятали там и сделали полки до него. Чтобы было вот это пространство, потому что оно бы вообще съелось тогда, да? Либо ничего, либо хоть так. У тебя есть доступ к водонагревателю. Это важно. Но при этом всякие бутыльки, очень много даже бутыльков сюда помещается. То есть, в целом весь мой уход сюда помещается, плюс еще часть уходит под раковину. Здесь тоже полка воздух, да, открытое. Хранение для Денисовых очков. Очень важно иметь сантехнику, доступ ко всяким маленьким краникам, к горячей воде, холодной, счетчики, вот это все. И у нас оно прячется здесь. Та-да-да-дам! И красивенько, незаметно для людей. И все четенько, все подписано. Но при этом 99% времени у меня здесь обычная моя открытая полка, на которую можно поставить красоту. И вот получается, как только мы заходим, у нас сразу же поворот налево. Это зеркало, раковина. Здесь есть, получается, такой свет вокруг зеркала. И еще увеличительное зеркало отдельно, чтобы максимально себя честно увидеть. Но еще классно здесь чистить зуб нитью. Оно тоже с подсветкой, потому что сразу же тебе видно все. Здесь мы сделали всего лишь одну полочку, чтобы как раз-таки не было желания и возможности что-то хранить много. И мы здесь храним только линзы. Действительно, только наши линзы. У нас у обоих плохое зрение, поэтому здесь линзы, наш раствор. Собственно, как всегда, зубные щетки, пасты, как у всех, диспенсер. И вот сюда тоже прячется много всего нашего уходового. Здесь, видите, из-за раковины здесь такая дырка P. Но мы использовали все пространство, которое можно было использовать. И такой же второй ящик здесь. Про окно. Оно, кстати, всех всегда впечатляет, что вот в ванной, вот особенно против унитаза вообще окно. Во-первых, с общего фасада лицевого нашего дома ничего не видно, все бликует. Мы это сами тысячу раз замечали, смотря, что в чужие окна. Во-вторых, это, наоборот, даже классно. Вот ты моешься в душе такой с утра и смотришь, как город просыпается. Или вечером принимаешь ванну и смотришь на эти огоньки. Я не захотела это как-то вообще загораживать, что-то с этим делать. Мне вообще супер все комфортно нравится. Парочка розеток, именно закрытых, да, специально от влаги защищенных. Спальня. Это единственное помещение в нашей квартире, где есть ковролин. Таня, ты сейчас заметила, как тебе стало, наверное, мягко. И мы решились на это неизвестно как. Включим свет. Здесь такие же точечные светильники. И получается у нас прикроватные светильники у каждого есть. Как мы решились на ковролин? Мне было мягко, хорошо, когда ты в отеле просыпаешься и ставишь ножки с кровати сразу же на что-то такое приятное, мягонькое. И я подумала, почему бы не сделать спальню такое. Ну и что, что, что все говорят непрактично. Не все, кстати, говорят. Кто-то говорит, окей, просто нужно пылесосить, да. Если ты что-то прольешь прям цветное, надо сразу замывать. Четыре месяца мы живем здесь, я вообще ничего не заметила критичного. Да, что-то мы проливали, что-то сразу замывали, и все хорошо отмывалось. В целом, если что, всегда можно позвать химчистку и сделать более глубокую чистку, если это будет какое-то прям неотмываемое пятно. Я сижу сейчас на кровати. Мы делали ее тоже на заказ. Почему? Потому что это вообще конструкция интересная. Это не просто стена. Вы сейчас скоро все поймете. Тут единая конструкция, переходящая в мини-помещение другое. Здесь заложено пространство достаточно для кроватки детской. Когда будет приставная кроватка, как раз я с этой стороны буду спать, и она будет к стене прилегать. Что хочу показать у этой кровати? Пространство. Здесь мы храним одеяло, подушки, все вообще что угодно, что тебе не так часто нужно. То есть, в принципе, еще одно место для хранения. Гениальная вещь. Гева очень любит здесь лазать. И получается справа от входа. Это туалетный столик, который вы тоже уже не раз видели. Здесь включается свет у него. Здесь я навожу красоту. Очень удобно сидеть, наносить макияж. В зеркало видеть город. Ну и в целом он так хорошо сюда уютненько поместился. Маленький уголочек. Здесь у меня вся моя косметика, которую я использую. Здесь косметика на каждый день. Кисточки, украшения. Отдельное видео про туалетный столик у меня есть. И вот эта зона, собственно, за которой сейчас стоит Таня, это одно сплошное огромное окно. Но я вам хочу с ним показать одну фичу, которую мы очень любим делать перед сном. Нажимаем кнопочку. Это электрокарниз. Эть. И у нас очень темно в помещении. Эть. И вот так добудет свет у нас с самого утра. Очень приятно просыпаться в утро. А мы туда, в гардеробную. Я пошла показывать ящики свои. В общем, вся эта конструкция, которая одновременно является спинкой у кровати, также она является разделением между спальней и гардеробной. Здесь у нас есть два источника света. Первый это просто точечные светильники. И второй вот такая вот полосочка. Ее приятно включать вот с самого утра, когда ты не хочешь тоже, чтобы долбила в глаза. И просто она легко подсвечивает всю эту зону. Здесь получается у нас открытая гардеробная такая стена. Это все мои вещи. А все, что в таких контейнерах, адгронайзерах, это все не очень красивое. Но то, что хотелось здесь разместить, потому что как бы больше негде. Это гардеробная зона, это постельное белье, полотенце для гостей, наши купальники. Короче, все, что вот такое мелкое, и оно не очень эстетично выглядит, и в итоге таким образом зонируется. И чтобы ничего не забыть, у меня есть вот такой план шкафа, который дублирует все эти коробки, чтобы я уже спустя там полгода, например, не забыла, что вот здесь наверху, оказывается, у меня лежит бенкунг-подушка с иголками и плед для пикника. Денис тоже предлагал сделать здесь стикеры, чтобы вот просто сразу наглядно было видно, полка такая, полка такая, или контейнер такой. Но мне хотелось поменьше визуального шума, как вы понимаете. И мы можем передвинуться в эту сторону. Здесь у нас как раз-таки закрытые фасады. Со мной ходишь их? И это зона как раз Дениса, то есть его пространство, тоже шкафы в потолок. И здесь получается у нас тоже шторы-блэкаут, как и с той стороны спальни. И также есть жалюзи, которые просто блокируют свет. В этой квартире это важно, чтобы ночью, летом, когда очень много света, здесь просто все озарено, тебе было комфортно спать, чтобы не было у тебя в квартире белых ночей. И здесь у нас стоит зеркало в полный рост. Я его обожаю. Это моя находка с Икеи. Точнее, как находка. Я его просто купила на той самой распродаже, когда они уходили уже из России. И я вот ждала как раз две недели, по-моему, чтобы мой сайт в целом загрузился, чтобы моя очередь пришла. И потом также долго ждала его доставки, но очень ему рада. Он так по цвету хорошо подошел, в полный рост. И мой искусственный цветок, который стабилизированный, в нем нет жидкости, и поэтому он стоит в вечность. Его не надо поливать. А почему ты его поставил сюда? Потому что он стоял в зоне гостиная, там сейчас елка. Где мы стоять? Я с тобой слежала. И на самом деле последняя дверь нашей квартиры это балкон. Вот у нас панорамный. По сути, все виды, какие могли мы увидеть из этой квартиры, он содержит в себе сразу, потому что он вот такой полукруглый, и можно увидеть все. Но он нефункциональный зимой, он нефункциональный холодной весной и холодной осенью. То есть фактически полгода, потому что у него встроены прям вот эти перфорации от застройщика, мы не можем это изменить. В общем, мы на слово поверим, что это самая лучшая часть нашей квартиры, потому что она такая, знаете, для релакса, расслабона. Вот особенно в теплое время года ты просто сидишь, попиваешь кофеек в этом гнезде и смотришь на город. Ну вот, собственно, на этом пространстве мы заканчиваем наш рум-тур. Вы знаете теперь каждый уголочек в моей квартире, каждую особенность. Я надеюсь, что вам это видео было полезно, не просто классно провести время, но и действительно вы что-то подчеркнули для себя, взяли какую-то, может быть, идею для организации своего пространства. Может быть, вы прямо сейчас делаете ремонт в своей квартире, в доме, и что-то было вам особенно полезно. Оставляю свои соцсети, оставляю также в описании все ссылки, которые могли бы вам быть полезны, то есть что мы где заказали, если это именно не какая-то встроенная и мебель на заказ, то что тоже могло бы вам быть полезно. И обнимаю, мы стали еще ближе! Ура! Пока!